Ну мы с начала года в порядке где-то, включая чемпионат Азии среди взрослых в этом году, и в квалификацию турнира на лицензии в Азиатском континенте. Потом подготовка, после тех, которые уже нам были завоеваны, 10 лицензий. И полномасштабные подготовки борцов к Олимпийским играм. На сегодняшний день мы посчитали, финансисты наши, в порядке где-то от 600 до 700 тысяч долларов. Мы потратили все эти полностью мероприятия. Ну, я думаю, подготовительный этап прошел очень хорошо. Были на сборах по греко-римской борьбе, были на сборах в Владикавказе, в Российской Федерации, там ведущими борцами мира, где-то 5-6 команд, по-моему, было. А девушку поехали в Турцию, там тоже подготовка в Анкаре, у них центр, туда приехали несколько сборных команд, которые будут выступать на Олимпийских играх. Ну, а остальные вольники у нас на Иссекуле прошли подготовкой. Везде сопровождали медицинские работники, и массажисты, и врачи по трем командам. Ну, в основном, вы знаете, в Федерации, конечно, мы вмешивались в тренерские работы, например, подготовки к Олимпийским играм. В Федерации мы помогали в плане того, что по обеспечению, там, ну, фармакология, там, какие-то денежные помощь оказания, дополнительные питания, дополнительные, там, какие-то услуги, учебные тренировки, учебные тренировки, сборы, вот. Ну, я думаю, подготовка прошла очень успешно, вот, я так считаю. Ну, и долгожданная Олимпиада, она закончилась, ну, я считаю, что результат колоссальный. Вот, ну, каждым годом, каждым разом, вот, например, в Олимпийских играх в Токио у нас было, сколько там, три медали, да? Вот, сейчас уже пять. И остальные, и в пятерку сильнейших вошли, кроме, кроме одного. Поэтому я считаю, что выступление борцов, вот, было на высоком уровне. Вот, результатом мы довольны, ну, конечно, были некоторые моменты, учитывая некоторые моменты, могли бы еще лучше выступить. Поэтому сейчас ребята отдыхают, и тренера отдыхают, и федерация ребят отдыхает, потому что 10 дней было очень напряженный день-ночь. Вот, все переживали, и спортсмены, и тренера, и федерации, вот, потому что Олимпиада, это Олимпиада, 4 года один раз. Все хотят медали, все хотят, а маура другая, и атмосфера другая. Вот, поэтому, вот, ну, после, там, мы соберемся, федерации, и главные, и старшие тренера, там, будем анализировать, где мы, были недостатки какие-то, или ошибки, допустим, допущены. Вот, будем анализировать, и будем готовиться уже, будем готовиться к следующей Олимпийской игре в Америке. Вот, я думаю, там, вот, с учетом вот этих всех ошибок, я думаю, еще выступим, наверное, более эффективно и более, такой, вот, качественно. Перед Олимпийским игром мы не стали там никому афишировать, потому что Айсулов очень сильно травмировалась, мы его на стрельни поднимали, подбодрили, вот, потому что она девушка с характером, вот, она может сделать, вот. Вот, я не помню, в каком-то чемпионате мира, она вообще тоже травмирована боролась, и она выиграла. Я лично, вот, как президент федерации, я, его успех, ее, я верил, в том, что она может сделать. Вот, ну, к сожалению, бронзы, ну, одной ногой, вот, все знали, что она травмирована, ну, несмотря на это, она боец, я думаю, она молодец, она геройство сотворила, вот. Вот, то, что смогла, она сделала. Вот, самое главное, она оттуда без медалей не возвращалась. Вот, мы все думали, из-за нее переживали, и когда она выиграла, и такая радость была у нас, как будто там вообще, вот, этот иемный бронзовый медал, я считаю, что она равнозначен, как золото. Вот, ну, второй, это молодой наш перспективный борец, и жалко его, конечно, но у него в будущем впереди, он был очень буквально хорошо готов. Обычно, когда человек очень и функциональный, и во всех отношениях, когда подготовленный, и всякие болезни там быстро липнет, вот, потому что иммунитет очень слабый, вот. Ну, какая-то там подкожная инфекция попала в ногу, как говорится, именно колено там. Это как называется, потом мы узнали там, что летучий голландец, что ли, такое. И она, никакой травмы, ничего нету, мы проверяли, и из ничего начала опухать там, и жидкость там наполняется. Откачивали, и антибиотики, и как раз вот перед отъездом, как раз вольная борьба, как раз, по-моему, второго, да, они прибыли в Париж, ну, числа где-то 29-го, что ли, мне позвонили, сказали, показали, вот. И вообще, думали, и замены там уже где-то, или, вот, потом. Ну, наши врачи, Бактуга Массеровна Алишева, она молодец, она сказала, говорит, я, говорит, на ногу поставили его, и он будет бороться. Потому что ей там тоже тяжело было замены, там тоже надо беготнят, и очень много проблем было. Ну, молодец он, и первые схватки хорошо отборолся, и утешительные схватки, и лидер мирового, этого, китайца выиграл, чисто положил. Ну, с узбеком, конечно, там немножко одной ногой, немножко тяжеловато было ему двигаться, но я тогда спрашивал, у него подошел, в нижний час, говорит, вообще, и Айслу, она мне говорила, говорит, вообще, говорит, Бактуга, ага, говорит, я вообще не чувствую, говорит. Ну, а остальные, как, борцы отборолись, вот, потому что там же и 16 лучших борцов мира собралось, и каждая схватка, это была финальная схватка, считайте, что там. Ну, общий итог, я думаю, ну, с 10-5 медалей, это очень хороший результат для нас. И четверо-пятое место, это очень хороший результат. И командам, по-моему, там в тройку вошли, и по-грейк-римски, и по-жински, по-жински борьбе. Ну, настрои хорошие, посмотрим, анализируем, итоги подведем, вот, и честь в войне спортсменов. Ну, чуть-чуть отдохнем, потому что такая напряженка была, и вообще это было, ну, так и сам же тоже был там, и участвовал, такая напряженная была, вот. Вот, я никогда так не уставал, вот, и поэтому, ну, то, что там говорят, что там были многие недостатки, там, и про меня, по-моему, где-то тоже писали, там, ну, это те, которые не понимают спорт, наверное, вот. Пусть попробуют туда съездить, там, посмотреть, просто хотя бы поболеть, и вот тогда поймет, что это такое, вот. Человек, когда сам не посмотрит и сам не пощупает, он никогда там, вот. Ну, я думаю, что недостатков не было там, потому что там все говорили, там, диатолог нужен, психолог тоже нужен, там. Я думаю, ну, психологи тоже были там, использовали, да, оплачивали, и тренера говорили. Ну, он один раз приходит там, Лекси почитает с каждым, там, переговорит, и все. Они же постоянно не могут. Ну, я считаю, что, да, на сегодняшний день, вот, в каком-то интервью, там, вот, там, в моем юзюре еще, там, кто-то еще там говорил, что там нужен был психолог, там, это, там. Да, он не так говорил, что он, когда у него задавали вопросы, он сказал, что лучший психолог, лучший диетолог, это наш, тренера наши. Они день, ночь с нами. А они переумыли, написали, там, вот, он нужен, там. Ну, в питании, извини, там, я был в этом деревне, там, по два человека, медицинский, три кабинета, там, с душ, с туалетом. Я, вот, в шестой Олимпиаде был, не видел такого еще. Там, один маленькая комната была, там, и массаж делали спортсменам, и уколы, и капельницы делали. А здесь три комнаты, еще туалетом с душом. Условия отличные были. Ну, питание, что там, первые дни, конечно, там, может быть, где-то что-то там, потому что мы же тоже, когда проводили чемпионат Азии, и мировой рейтинговый турнир. Первый день, конечно, тоже многие говорили, что ребята там питание. Ну, потом мы уже подсказали, что они хотят, что мед. Потом уже все, второй день уже было уже идеально. Ну, там тоже по всей вероятности, потому что у каждого своя же, там, многие правильно говорят, что там, ну, например, мясо, там, другие там, и халяльный там, вот, видно, наверное, где-то что-то было. Ну, потом было шикарно, мы заходили в столовую и сами кушали там. Посмотрел, я один раз съездил туда. Поэтому я думаю, что Олимпиада прошла, и вообще организации, все это было шикарно, там никаких проблем не было. Ну, со стороны ног вообще было обеспечение машины, любое время мы, вот, любое время мы заказывали машины к нам, куда надо ехать, по делам, например, ну, по нашей, по Варцовской линии. Там, они давали, предоставляли машину, любое время. И спортсмены индивидуально возили там. Потому что в один момент говорили, что там, в автобусах некоторых там не работает кондиционер, там жарко, поэтому мы их, наших борцов уже возили индивидуально на транспорте, там, ребята водили. Ну, то, что говорят там, это. Вообще и департамент там день-ночь с нами был, и вообще вместе переживали, все сидели, и все болели там. Там болельщиков со всего мира было у нас, в Кыргызстане, по-моему. С Америки были? Да. Ползала только к рызу, по-моему, и с Америки, и с Европы, которая работает, и давно, которые мигрировались, и они все прибыли, радостные, все встречали, болели наших. Одним словом, там была, атмосфера была очень колоссальна. Мне, например, понравилось, и никаких проблем не было. Вот, и Тахир ездил, вот, а мы тоже, вот, очень молодец. Он там освещал, ты сам прямой эфир показывал, и что там творится, все это, потому что ты уже знаешь, и на сборах бываешь с борцами уже сколько лет, уже лет 15-20, ты уже крутишься, ты уже, наверное, уже, тебе уже и тренером можно работать. Да, 20-20, тебе уже можно тренером работать. Поэтому я думаю, что эта Олимпиада нам показала, что, конечно, там чуть-чуть нам надо немножко анализировать и чуть-чуть подправить. Я думаю, золотые медали не за горами. Наши ребята способны, вот. Я еще раз могу повторять, это пять медалей, и четыре вошли в пятерка сильнейших из десяти. Ну, такого результата не было. Ну, великие страны, которые, великие борцовские державы, этот, Иран, Америка, они ни один золото не взяли по вольной борьбе. Поэтому здесь очень сложно сказать, что мы там наши. Мы тоже хотели, все боролись, все до конца урубились. И хочу, пользуясь случаем, хочу поблагодарить крыльевский народ, болельщиков, меценатов, которые нас поддерживают. Хочу поблагодарить их за поддержку. Они всегда были рядом. И мы через связи массовой информации читали и смотрели, как и в регионах, везде, и в Бишкеке там. И большой экран поставили, и до утра болели. И во главе с президентом, и все. Поэтому мы ощущали там, сидели, и ваша поддержка, ваша. И особо хочу подчеркнуть, и посол во Франции, наш посол в садах Черниянс, тоже молодец он вообще. День-ночь с нами. Вот он и поддерживал, и болел с нами вместе. Никогда. Ну, я думаю, что где есть сплоченность, я думаю, там результаты хорошие. Ну, то, что приезд, это было шикарно. И мы очень рады. Вот, хочу, вот, большое, огромное, хочу, большое спасибо и нашему президенту, и в правительство, и те, которые в нем участвовали. Вот. Вообще шикарно. С аэропорта и до этого, а потом сразу наших спортсменов. Хорошая мотивация была. И здесь мне что-то понравилось, что те, которые медаль взяли, те, которые не медаль, всем одинаково дали. И первым тренером, и личных тренеров, и главных тренеров. Ну, одним словом, никого не забыли. И в этом вступлении президента и ног подчеркнули, и федерации подчеркнули, что там молодцы, вот, такие теплые слова были, в наш адрес было сказано. Я думаю, что это было, ну, очень хорошо, словами не передали. Такое ощущение было, что мы вообще не зря четыре года вот бегали, вкладывали, шли к этому. Вот, я думаю, что сейчас настрой у нас хороший, и тренеров, и ребят хороший настрой. Вот, и федерация готова, мы сейчас дальше, в дальнейшем тоже продолжаем работать в таком же духе. Вот, и поддержать. Я думаю, четыре года она быстрая, вот, вспомните, вот, в Токийской, в Японии, которая на Олимпиаде. Вот четыре года так быстро прошло, правильно? Да, вот, как будто она была вчера была, а сегодня уже Парижская Олимпиада кончилась. Я думаю, что придет время, она быстро придет. Я думаю, что наши борцы, наши спортсмены в общем, не раз порадуют наш народ. Флаг будет подниматься, Египт будет играть. Всем большое спасибо. Хочу пожелать вам всем здоровья и заниматься спортом. Спорт это хорошо, спорт он его воспитывает, спорт это закаляет, спорт это все. Я думаю, что и слава, и все. Поэтому после такого триумфа, я думаю, что и подрастающие поколения, и дети наши, маленькие, со школьных скамей, они начнут, наверное, уже хотят похожим быть, подражать будут наших великих чемпионов, призеров олимпийских игр.